а вот добрый день пока собирается аудитория пару слов скажу которые надо сказать сейчас у нас очень интересно будет тема но она не первая потому что в серии видео о невообразимом будущем уже больше 10 видео соответственно если вы впервые смотрите этот эфир на эту тему то вам может показаться что хохлатов сумасшедший что-то не то придумывает что-то фантазер такой и все такое на самом деле мы просто эволюционировали уже в обсуждении невообразимого будущего достаточно сильно уже были эволюционировали по крайней мере как мне кажется уж мое сознание точно я даю себе абсолютную волю воображение в этом смысле потому что к этому будущему надо быть готовым вот сейчас я хочу поднять очень такую щепетильную тему тема всякой там тайной личной жизни ну телеграм тут боролся с нашим правительством да по поводу того что внести чтобы внестись в реестр чтобы предоставлять данные нашим спецслужбам о том по правду по требованию суда да о том о чем мы там говорили или писали если вдруг на нас какое-то судебное дело будет заведено или подозрение кита будут вот и вроде как вот для нас с вами привычно что ну и в конституции даже прописано тайна личной жизни переписки перри всего-всего-всего перед перезвона перри короче говоря да а для нас это неизыблемо мы к этому привыкли но а давайте я вас прошу друзья мои вот зачем вам тайна переписки и пока вы думаете но не только переписки вообще тайной личной жизни посмотрите пока вы думаете а насчет ответа на этот вопрос только не надо банально ну как но это наше конституционное право и тогда а давайте так подумать а зачем она нам вот зачем а пока вы думаете над ответом на этот вопрос пишите их комментарий даже если вы смотрите запись то что очень интересно кстати на предыдущие видео они вообразимости будущего я естественно дам ссылку здесь в оригинальном видео оригинальном видео в комментариях вы ее найдете эту ссылочку так то посмотрите там наверное будет интересно вам так вот Пока вы думаете над ответом на этот вопрос, давайте зададимся другим вопросом. А сколько бед у человечества от того, что есть тайная личная жизнь? Сколько чиновников непонятно как себя ведут и какие там взятки берут, да? Сколько воров, сколько подмен оригиналов писем, ну помните еще там сказки Пушкина, да? Во всех, собственно говоря, сказках на этом построено очень много историй. Когда кто-то там послал какое-то письмо куда-то, потом его кто-то перехватил, это письмо, там подменили другим текстом и, соответственно, там князья по этому поводу поссорились друг с другом, война началась, да? Вот, и тут я краткое такое отступление делаю, что у нас есть с вами блокчейн, это технология, которая позволяет теперь хранить огромные массивы данных, которая мало того, что позволяет их хранить, она позволяет их хранить в достоверном виде, то есть не в виде копий или каких-то исправлений, а в виде совершенно точном, да? Ну, то есть все понимают, что это все правда, вот. О технологии блокчейна я сейчас больше говорить не буду, я просто тоже пошлю ссылочку, тоже отправлю ее в комментарии здесь на то, чтобы если вам интересно, вы посмотрели, что это такое. Ну, в общем, это некое будущее такое, да? Вот, и чтобы так укоротить вот этот вот наш с вами сюжет, эфир, я просто в целом скажу, что человечество уже в ближайшие 10-15 лет, если не раньше, нет, я думаю, что не раньше, уже технологически вполне может обеспечить отсутствие вообще всяких тайн. Потому что у нас и так с вами все время в руке мобильник, соответственно, это устройство, за которым легко следить, вот. И в некотором будущем мы с вами добровольно согласимся на то, чтобы эти мобильники просто из-за нашего удобства были там или в виде очков, или в виде кто-то даже на чипы согласится, или в виде умных часов, вот, или в виде какой-то, там, не знаю, встроенной в бровь какой-то штучки, которую нажимаешь, и там экранчик такой вылезает, ну, экранчик, естественно, не материального носителя, да, такой, визуальный, и вы там можете их даже и кнопочки нажимать, и фильмы смотреть, и так далее. Не буду сейчас тоже, мы об этом уже фантазировали, по-моему, во второй нашей вещи, во втором нашем видео из серии «Невообразимом будущем». Вот Настя пишет, мне вообще все равно, пусть читают мою переписку, там ничего нет. Если нет ничего, о чем можно бояться, то, или спецслужбам надо, если спецслужбам надо, они прочитают любую переписку, даже если она будет тайной. Ну вот, я, Настя, с тобой абсолютно согласен. Вот мне, меня как-то, знаешь, не знобит вот это вот, если у меня отнимут тайну переписки, или там, тайну личной жизни, ну, конечно, будет некомфортно, если мы будем жить в прозрачном стеклянном доме, с прозрачными стенами, полами, я думаю, до этого не дойдет, да это и не нужно. Они, в общем, будут прозрачны только для видеокамер и для всяких чипов. А так-то, как все было из железобетона, так и останется, ну, там, из пластика, из нефтепродуктов и так далее. Вот. И что получается? Получается, что человечество сейчас переживает такую дилемму, да, такой вот момент истины, да, когда перед нами встает такой глобальный вопрос. Если все будет открыто и все все будут знать, включая спецслужбы, естественно, ну, вернее, включая, они-то первые будут знать, включая нашего соседа, да, и так далее, то это плохо или хорошо? Тут, как бы, в рамках одного такого эфира, к которому я даже не готовился, наверное, за две минуты, сказать невозможно, это надо поспорить. Поэтому я очень надеюсь на живую дискуссию в комментариях, потом до меня тоже что-то дойдет, тоже, да, то есть это такая эволюционная у нас такое видео, мы с вами так вместе должны об этом задуматься. Вот. Когда до меня что-то дойдет, я тоже в комментарии что-нибудь напишу. Так что читайте комментарии активно. Если вы это видео увидели в группе где-нибудь, то просто перейдите на оригинальную мою страницу, там, где оно опубликовано, и прочитайте все комментарии, которые там. Так вот, я не готов сходу сказать, это плохо или хорошо, но мне интуиция подсказывает, что это хорошо. По крайней мере, она мне подсказывает, что это неизбежно. Вот просто неизбежно. Это будет новая реальность. Вот. Новая реальность, в которой невозможно ничего обмануть. То есть вы будете отправлять деньги, расплачиваясь за какой-то товар, и они будут приходить по адресу. Ваш кошелек невозможно будет взломать. Идентификатором всего будет, конечно, ваше тело. Потому что тело носит такую информацию, как радужная оболочка, или отпечатки рук, или отпечатки пальцев на ногах. Ну, то есть есть и ушные раковины, есть такие вещи, которые вас идентифицируют однозначно. Про переселение души с тела в тело мы пока говорить не будем. Это как-то уж совсем будущее. Мы тут живем физически прикованные этими телами. Поэтому с идентификацией все в порядке. А этой идентификации достаточно, чтобы не было никакого вранья. Мне кажется, что в таком обществе, где все открыто, во-первых, люди будут себя контролировать, то есть у них не будет возможности грешить, так скажем. Потому что и так все известно, что все грешат. Кстати, ведь есть такая вещь, как хроники Акаши. Если кто погружался в эту тему, по крайней мере утверждает. В своей книге «Капля памяти» моей с Павлом Шаматрином мы об этом пишем. Кстати, «Капля памяти» сегодня заезжал. Читай, город в Москве тоже там на полках стоит. Ну, неважно. В общем, есть такие хроники Акаши, где и так, но правда не в материальных носителях, записана вся информация о том, что, где, когда происходило. И даже та, которая скрыта от нашего глаза, или там, которую никто не видел. Потому что есть некая такая матрица в мире, опять же, не из материальной энергии, которая просто все автоматически записывает. Это, ну, некое подобие блокчейна, сейчас вот рождается в нашем физическом мире. Мне прозрачность нужна там, где это мое дело. Если я плачу налоги, хочу знать, куда они идут, вся работа государства должна быть под камерой. Ну, Жень, привет, кстати. Кстати, естественно, здесь нужна прозрачность. Ну, понимаешь, прозрачность, на мой взгляд, она будет тотальная. И налоги будут абсолютно прозрачные платиться, да, и мы их не сможем избежать просто. Все автоматически будет браться, потому что умные смарт-контракты на эфириуме, или на какой-нибудь нео, или на какой-нибудь другой криптовалюте в блокчейне, да, они это обеспечат абсолютно. И чинуши не смогут брать никаких, ну, взяток, да, так просто говоря, и никуда бюджетные деньги не смогут налево пойти, потому что любой может заглянуть в этот блокчейн и проверить информацию о том, как все происходит. Кто чего сказал, кто куда пошел, поэтому и судебная система упростится гораздо, и государственный аппарат упростится, и банки исчезнут просто, и нотариусы уйдут в небытие, потому что, смотрите, человечество тратит колоссальную, просто колоссальнейшую энергию, колоссальнейшие ресурсы на просто какую-то ерунду, на просто то, чтобы доказать, что все было так, как я утверждаю, да, например, или как кто-то там утверждает. Просто человечество настолько не доверяет друг другу, мы настолько этого не доверяем друг другу, что, ну, мы даже не замечаем, что, я думаю, 80% из всех тех энергий, которые человечество получает, 80% из 100 уходит на какую-то ерунду полную, на какие-то профессии, которые на самом деле никому не нужны, на, вот смотрите, мы с вами двери закрываем на ключ, ну, это бред, потому что мы просто не доверяем друг другу. Насчет взяток, конверт никто не отменял, Настя, не будет денег бумажных, просто не будет. Будут криптоденьги, будут электронные деньги, ну, то есть человечество, я тебе уверяю, оно к этому придет. То есть все придет в цифру, все абсолютно. Ну, это будет медленный процесс. Вот я говорю, что лет 10-15 тому процессу, когда мы с вами уже реально увидим, что, елки-палки, 10 лет назад, телеграмм там бился за какое-то, я не знаю, право, тайные переписки, это все такой детский лепет и смех. Все открыто давно. Конечно, через 10 лет человечество целиком не перейдет на все это дело, но уже всем будет явно видно, что это очень близкое будущее. Вот это мое утверждение. Можете сохранить у себя, в Фейсбуке есть такая функция, сохранить какую-нибудь публикацию, сохранить эту публикацию для себя, и через 10 лет вспомнить те, и я тоже вспомню, как там я, как пророк-то, гожусь или нет. Вот. Ну, не знаю, как я там, ваше воображение воскресил или нет, но, по-моему, нам не избежать такого будущего. И, по-моему, даже мне так кажется, что это правильно. Просто раньше, ну, раньше, ну, никак не было возможности, технологий такой не было, это сделать. А вот с момента появления интернета, а уж тем более блокчейна, потому что блокчейн считают таким же сильным изобретением, который также сильно изменит мир человечества, как и интернет, когда-то изменил. Так вот, с появлением блокчейна это становится возможным, когда все будет достоверно, и носитель будет аналогичен хроникам Акаши. То есть, это будет наш цифровой мир, в котором все про всех написано и записано. И более того, залезть туда может любой желающий, поэтому какие-то там органы дознания, разведка и так далее, это тоже все уходит в небытие, потому что любой заходит и смотрит, как же там оно было на самом деле, и не надо ничего доказывать. Камеры уже на каждом шагу стоят, видеокамеры, да, поэтому я думаю, что мир будет абсолютно скоро прозрачен, и мы с вами никуда от этого не денемся. И, наверное, лучше не сопротивляться этому процессу, а быть за него. Ну, это так мои мысли на взгляд, на первый. Может быть, я не прав, может быть, я еще изменил свою позицию по этому поводу. Но этим видео я хочу, чтобы мы как бы запустили такой процесс раздумывания, обсуждения этого. Ну и, соответственно, кто предупреден, тот вооружен. Насчет криптоденег, которые якобы анонимны и прозрачны, я не очень однозначенная ситуация. А как же обвал бирж и воровство биткоинов, раз нет никаких страховок? Ну, а здесь тоже очень все просто. Во-первых, технология криптоденег еще не совершенна. Во-вторых, конечно, криптоденьги, они анонимны только отчасти. То есть, никто не знает, за кем стоят эти деньги, но все транзакции можно легко проследить. А когда это все будет зарегулировано, а это будет отрегулировано, то есть, мир перейдет на криптоденьги, ну, может, если не целиком, то половиной от бумажных денег вообще откажутся со временем. Я думаю, через 10 лет их уже не будет. Вот. А... Че-че-че-че-че? Подожди. Сейчас, подожди. Мысль улетела. Насчет криптоденег, которые анонимны и прозрачны. А! Так вот, мир перейдет на криптоденьги, и все будет обложено налогами, как положено. Криптоденьги – это не будет такая сфера, куда можно уйти, чтобы что-то не платить или чтобы как-то мутить, чернить там, да? Вот. Все будет прозрачно. А, соответственно, и воровства никакого не будет, потому что блокчейн – сама технология такая, которая подразумевает то, что все максимально застраховано. Ну, скажем так, воровство биткоинов – настолько редкое явление, что его можно просто свести к нулю по сравнению с тем, сколько денег воруют в банках или в кошельках, ну, физических, да? Или электронных денег, которые… Ну, криптоденьги, электронные деньги – это разные вещи, да? Вот. Но технология подразумевает, что эти все дырки тоже закроют. Вот. Так что никакого воровства не будет. А мне кажется, что их вообще запретят на госуровне. В Китае уже запретили. Не, в Китае уже, во-первых, не запретили. Это страна по-прежнему, где больше всего этих блокчейн, блокчейна и криптоденег. Что-то у меня нос чешется. Ой, у нас тополиный пух в Москве. Вот. Китай слишком залегулированная страна, да? И там запретили вывод биткоина из страны. И, кстати, уже разрешили обратно. То есть это было в январе месяц 2017 года. Продлилось это 5 месяцев. И в начале июня опять вернули обратно. То есть можно выводить в полном объеме биткоины. Кстати, когда Китай это дело запретил, не криптовалюту, я подчеркиваю, а вывод ее из страны, курс биткоина упал в 3 раза, по-моему. Ну, правда, после этого поднялся в 10 раз, да? Ну, вот так. Сегодня я слышал по радио Бизнес-ФМ, представляете? Бизнес-ФМ. Просто в новостях. Там Левченко, по-моему. Ну, новости о деньгах, да? И там, помимо прочих валют, говорят, вот курс биткоина снизился на 2,5% за сегодня. А агентство, то ли Блумберг, то ли не помню какое еще, прогнозируют цену биткоина в 2017 году, к концу года, 4 тысячи долларов. Ну, для справки, сейчас 2,5 тысячи долларов, да? Вот. Ну, вот так вот как-то просто мельком среди всех новостей. То есть биткоин и криптовалюта становятся уже обыденностью. Вот. Так что их не запретят ни в коем случае. А правительство России готовит законы. Ну, я-то в теме, я слежу. Ну, я же бизнесом занимаюсь на криптовалютах. Вот. Ну, не буду сейчас его рекламировать. Просто скажу, что он классный. Вот. И достаточно прибыльный. А суть такая, что в 2019 году нам обещают крипторубль. Центробанк уже объявил, что будут его, соответственно, создавать. Не майнить, потому что майнинг тоже уже охотит в прошлое. Постепенно я об этом, может, как-то отдельную транзакцию. Я проведу отдельную транзакцию. Все, точка. Вот. А биткоин и другие альткоины, там эфириум. Кстати, в новостях Бизнес.ФМ сказали не только о биткоине, а о эфириуме в том числе. Да, потому что вот его курс. Тоже я не помню, что он сегодня поднялся или упал слегка. Вот. Так что никакой криптовалюты не запретят. Наоборот, этому зеленый свет. Другой вопрос, то, что это будут абсолютно точно контролировать. И у нас с вами есть, может быть, там год или полтора, когда эта зона еще пока вне контроля и когда можно гибко устроить свое налогообложение в этой сфере. Ну и заработать денег гораздо больше, чем это будет, возможно, через 2-3 года. Вот. Так что надо пользоваться моментом в том числе. Вот. А будущее нас ждет светлое. Я оптимист всегда был. И я, ну, по-прежнему, нахожу почву для этого оптимизма. Конечно, реального оптимизма, естественно. Вот. Ну все, друзья, наверное, хватит нам на сегодня уже разговаривать. Я думаю, воображение ваше я возбудил настолько, что вы таки будете генерить идеи. И мы с вами ими обменяемся и как-то на уровне меж собой разберемся, прощупаем, что же будет у нас в будущем в плане тайной личной жизни. А, про астрологи отдыхают. мы с вами будем рождаться в определенную, уже более точно достоверное, определенное время и дату рождения. То есть, мы рождаемся, камеры за нами наблюдают. Можно будет на повторе абсолютно спокойно определить, в какой же момент мы вылезли из маминого тела. Вот. Сейчас, я думаю, с этим много неточностей. Там врачи забыли, не забыли, там написали, не записали. Вот. И автоматически эта информация будет попадать в блокчейн и автоматически программа будет высчитывать всю вашу астрологию. То есть, вы будете заранее знать, кто вам подходит, какой вы по психотипу, какие у вас склонности. Ну, вернее, ваши родители сначала будут за вас знать. Вот. Так что, здесь все тоже очень технологично. Не буду сидеть и майнить, а я в этом плане очень консервативно. Все равно биткоины за реальные деньги покупают. Ну, да. Да. Ну, я вот майню, кстати, кое-что. немножечко. Но больше зарабатываем в другом в криптомире. Об этом, кстати, я сегодня тоже выпущу видео, потому что мы готовим сейчас сильный очень финитехпроект. Через недельку он уже откроется. Это будет очень мощная вещь. Вот. И сегодня я хочу записать об этом видео. Но это будет отдельная история. Все, друзья. Спасибо за участие Евгении и Анастасии, особенно Насте. Вон ты была какая активная, Настя. Спасибо за твои мысли. Ну, и всем остальным, кто посмотрит видео, будет писать комментарии и участвовать в обсуждении этого процесса. Ссылочки, которые обещал, сейчас кину. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok